Ииитак, ребята, привет, а мы продолжаем читать мод под названием Саманта. Фух, оспарение не дает мне покоя, оно как вечный вызов. Забудь о нем, победитель только ты. Ты можешь взять свой приз. Какой? Для этого Кириана покусывала ленинную губу, обозначая деньгера, поняла, что приз где-то так. Дважды-два дней пришлось сделать шаг вперед. Больше забросить до серии, пыталась забереть на месте и не дышать. И не только, чтобы избежать щекотки. Теперь хотелось, чтобы время шло как можно медленнее отстегивать, добежать кинешь. Идея, спешить, когда идешь на рекорды чувственности. Теперь был невинный пчелуй. Я сама давая болевайка мне совсем близко, вернее, пропускали поймать себя в объекте. Отправляться в нашу население в запретную территорию, где иди в Кристалле, а не заступить ко мне к чему-то другому. Но я привожу к ее впадению в свою, сохраняя между нами пространство. Забрал? Я так люблю тебя. Как сильно? Расскажи. Это... это как стоит на вершине Эвереста. Правда? Да. Неважно, что существует в остальном мире. Это всегда будет где-то там, ниже нас. А я думал, что ты скажешь что-то вроде, потому что любви захватывает дух, как на Эверест. Кребаный Телеграмм. Он романтик помешал, зараза. Удаюсь, это твой вариант лучше. Конкурс Гонгольной метафоры за тобой. А почему так надо было наверху говорить? На крышах? Она сферминизирована в песне, на беседу о горах потянула. Знаешь, горы всем хороши. Минус это в том, что деваться с них некуда. Дорога одна, только вниз. Такая зона останется на вершине. На шее все боится падает, боится потерять тебя. Только ты умерный тип. Рассаживаю руки за космором моей шеи и потянула к светлая догадывание в глаза. Но ты на тысячах, это я вижу. Оно претянуло меня еще ближе. Это был поцелуй на ночь. Правда? Кондруда, как твой дом скоро вернется. Что мне за дело? Иди-ка спать, я люблю тебя. И я люблю тебя. Такое драматическое обращение на одну-то ночь. Ладно, покателось на свой домик. Да ведь не... Я воспроизвожу парочек ее губам. Вообще, спатья. Вот так невинно, что можно сказать совершенно страшные вещи. Что? Это из сказки голых королев. Почему он? Не, я не знаю такой сказки. Раз уж тебе прочитаю, а сейчас пора. Я сразу, если на ахмору уже покажу, оказываю ей на дверь домика. Пока на ночь. Ладно, шерсть смокнула меня в щеку, и на этом этом я побежал к себе на две поколдивы, и правда не застал нас. Я хотел здесь подчеркивать в появлении его физиономии. Закрылся с подверью, придавал задание к ней спиной, и костейлер джак выдохнул. Этот следующий день был пройден, я успешно добрался до пункта сохранения. На меня наказывала какая-то внезапная и странная гордость. Но я в целую шкафу бы снова вносить вся эта улыбка. Эээ... Я же, наверное, привезли к моему парню в детки. Я вносить его не тем же. Жизнь не просто наваживаешь. Она застыла на моем пике. На своем пике. Я приходил на кровати и продолжаю на номер. Эта рывка была далеко позади. Но совсем даже заряд в гирване было рано. У меня еще были диваны вечер. Блин, я шоку сказал, да? Ну просто блин, мне этот мод очень нравится. Серьезно. Почти готовый снова подниматься, я начинаю сельскую сестирку. Эээ, я же раздавал тебе тебе еще пять минут отдыха. Эээ... И уже через два... Дверь за снова ночного младенца. У меня есть какая-то дорога. Неизвестная и зловещая, но в чем-то и притягательная. Что-то на ней произошло, но что именно, я не знал. Не мог вспомнить. Я пытался найти ответ, но он уже знал от меня. И оттого оказался все более важным. Я сменился с другим и третьим. Но дорога так и не выдавала мне покоя. Как бы просвечивая через другие сны. Я возвращался к ней снова и снова. На дороге так и не... На дороге так и осталась загадкой. Утром я ждал раньше всех, что вышло очень кстати. Ведь вчера я так и не добрался до бани. По-моему, они не сомневались, что берегили я от беды. Ведь грохнули все в темноте с полными вет... Вед... эээ... Извиняюсь. С полными ветерами кипятка. И вот сегодня исходят от человека, который только-только начал радоваться. Ну а сегодня у меня было полно времени перед австраком. Сейчас пока отдал все деньги для гигиены... Дал гигиене... И идут сюда на пустые семьи. Слежим и бодрым. В районе я пребывала в отличие от полной недолго. Я, разумеется. Зато наш ковбой ввязался под девушкой с вами. Сейчас это больная семья никак не бывает. Эээ... Сейчас это больная семья не могла оставить его в обмене, и во все попыталась ободрить. Браво, Лео! К вам, Лео, провели искусство. А чего-то плохо ешь. Варерой договорили. Да ем я! Ем! Куда торопиться? Надо быть хоте... Надо был хот-хлоп, если бы привезти. Для чего я обожаю? Мэм, Лео, мой самый любимый завтрак. Но тогда дайте покиню. На завтрак продуктов уже не хватит. Но зато... Блин, политики хватит. Вот я их не делаю на завтрак. Политики тоже хороши. Нет-нет, я тебя об этом лету не оставлю. Мне пора устроить этот класс в шотника. Ух ты, шотника. А я приглашал? Давай. Что же у нас тут идет еще? Сделаем. Неглуха будет подобрать там где-нибудь. А я знайки сейчас подобрал поближе. Но она отменяется. А мы подпрашиваем в деревне. Думаем кому-нибудь надеться на асфальтном канистре. Но надеясь, что так. Пойду собираться. Когда держу левую крючу, а мантка, которая на меня вдруг прыгнула. Видимо, причинный смех у нее не делал. Эй, я бы тверд поюшку держал. Ну, как ты? Пекарно. Что-то у тебя за глупость у тебя надо лететь, чтобы бигу-гушно. Смотри, как бегемот в лужа в теплой береге. Что-то ты плохо. Нет, стой. А каялья как-то курится на пакетике с куриным концентратом. Она улыбается, что так просто драконов у них живых и пищевых и в блюнестерых родителей. И нет сочинствовать челинных ведьм. Здорово, здорово. А то я боялся, что ты... Что, ну скажи. Иногда ты слишком много думаешь там. Это же не худшая привычка. Не уверена, не уверена. Я ведь знаю, что ты до чего-то можешь додуматься. Например. До чего-то вроде... Эй, ужасно. Мы ужасно. Добудь меня. Езжай к своим родителям. Кстати, я всё ещё хочу оценить её Спрайт, блин. Вообще, у неё Спрайт шикарный. Мы её прям ужасные. Но пока мы её ужасные вместе готовы терпеть. Правда? Раньше ты так не сказал бы. Всё изменилось. И чего, просто выбора нет. Прогнать я тебя не могу. А раньше мог. Ну что ты, я не мог я. Никогда не мог. Правда? А эти выборы я два года назад приехал. Катастрофа была бы. Ну какая именно катастрофа? Я любил бы тебя, как любил бы тебя сейчас. Я знал, это слишком хорошо, чтобы допустить. Ох, ну всё, молчу об этом. Иначе задать мне. Сколько бы мы времени не потеряли? Ну ничего. Нет, ничего мы не потеряли. Мы потратили. Разведись разницу. Такие чувства редкая и дорогая вещь. Ну всё, наверное, надо за них платить. Если ты ребёнок долгими годами, слишком большая цена. За то, что я получил я, а не слишком. Ну ладно, пусть будет так. Но, может, я платить не буду. Ни единого дня. Но не придётся, надеюсь. Потому что мы не должны разучаться. И ещё. Да? Да ещё хватит поставить на таком с утра пораньше. Тордашу натачивает только дверь. Может, у него советы попросим? Может, попроси его обойти без совета в хоть денёк. Заходи, Лео. Вот и раз. Как ты узнал, что это было? Вот такая твоя фокусинка. Машина готова. Как в счёт вас? Пять готова. Так встань готовой. А теперь фокус? Ах так. Где он? Где на выход тогда? Он не мешаетесь магическим фолиоидом. Третья четверть часа мы вышли к вороту в лагере и погрузили к автору. Мотор возвращал. Нашла гиджа он уже стоит, бегал куда на бесплуге. И бежал куда на бесплуге. Мегундук, и мы уже на пустой дороге. На берегу напрягающихся сомпыли, которому нас не награли. Поездка, по сути, стал его быть скорой. Я, как выставлен в руку, в окно не застрадался ветерком. Туалет, машине ездить и делать. Машина? Наскармливает. А что же это? Без понятия. Мне как-то попала Калиллакой зарадовать. Вот была машина. А, это на которой статинеры катают? Прости. Парни совсем не понимают шуток. Просто звучит как статинерская тачка. Ничего подобного. Ты даже не представляешь, как он выглядит. Это на какой-то великолепный стейн. Что-то на тапу носишь, а то полна рядом не видно. А то полна рядом не видно. Это статинерская тачка. Кто? Кто тогда ты? У меня на задней сиденье есть. Руспокойтесь, ребят. Что тебе не так, Сэм? Это чудно. А мы же там беседуем. Оставьте бы эти машины в покое. Она так старается, как можно. Да уж. Близко услышно на все округа. Хочется над ней издеваться, а? Ладно. Издеваться над таким хламом? Как-то даже здесь неспортивно. Угомонись же. Если наша машина не машина, то и шофер не шофер. Подумаю об этом. Путовый путь продолжался. Сама такая кровать дремала, немного заражая санди в стиле меня. Но я не продавался на провокации, а стойко нес в вахту окна. Старательно восматривая нужный поворот. А вот впереди или сзади я чё-то пропустил. Мы уже долго едем. Это ваша деревня хоть близко? Тогда я надаю где-то тут уже. Если я не смог заправиться, то плохие наши дела. Наверное, дорога не хватит? Вряд ли. А если не хватит, то мы не можем вернуться в стиле. Мы же не хотим, потому что спрятим баг. Что же тратим багерами всегда? Но... Эй, смотрите. Да ими поподнимали, когда у вас она не была вовсе. Лея указывала... Лея указывала на отходившую от трассы с просеучную дорогу. Да, это наши дети. Это наши деревья. Давно хотел показать ей о тебе. Ты ведь никогда не была в деревне. Как сказать? На ферме была вообще-то. А, тогда ладно. Возвращаемся. Ну постой. Слушай, я буду всем восторгаться в этот раз. Мы договорились. А он наш дом. Потрясно! Что это за прелесть эти дома? Хех. Мы прошли через открытую дверь в тени. Эээ... Я посетил вам внутреннюю дверь и тут же постянул ручку на себя. Не дожидаясь ответа. Хозяин был дома. Но нас ведите его на нем надо, что врасплох. Он взгреб... Возгреб все стула из кучи и быстро завернулся к нам. Заслыл все спиной. Кто? Что? Лео. Лео. С гостями из Америки. Ох ты. Там дедышные. Да. Эээ... Да. Это Саманта Смит. Привет. Лео. Леонард Башняков. Здравствуйте. Здоровушки. А я берешь... А я берешь... Пострел. Кого они тебе... Сегодня он тебе понадобился себе. Кого-то запкидывались. Или ты их одним приветом научил? Как попугайчиков. Вообще-то оно и я из Русской семьи. Вот и мы что. А ты сам... А ты сам... Это то, кто сам и значит. Амата, и ты из Русской? Как бы потап упакал головой, как будто извиняюсь. Все равно... Все равно родная считая. Тебе этот имен больше слов написал, чем на Утсканале. У меня семья. Там и Четверо надо вот настолько фразой, а кто радост таким новым. Очень славно. Мой дом, твой дом, как говорили. Спасибо. Ваш дом. Мне очень нравится. А как же. Я уже не услежу. Дааа. Кстати, хочу заметить, что вот... Самат, конечно, хоть и плохой русский, да, научит его. Но, тем не менее, она его хоть немного понимает. А как же. Я уже за ним слежу. Самат обещал твориться в деревню. Нет-нет. За что ты так сказал? Там не знаю. Заверил выбор. Хотя... Говорите, вот он теперь твой. Хотя я ведь имел на его виде. Но я здесь не буквально это сказал. Думаю, что меня это шутит. Как знать. Старики вообще обожают менять развещание. Это их любимое. Нет, второе любимое здесь дело в жизни. А первое какое? Спать? Неа. Любимое это впечатать. Я осёкся, потому что Тарик как твой уж подозрительно нахмурился. Хотя и хозяй не должен был понимать наш разговор. Посчитать похороны? Что? Уже ж какой нет. Уже какой нет. Уже какой нет. Вот это цирк же. Я хотел сказать цирк. Что-то мне не так. Так как он меня раскутил. Что ты полагаешь-то? Какой цирк? Какое завещание? Какие завещания? Сарай за тобой и паста. Мой любимый царай? Вот этот подарок. Кстати, я вам что-то принес. А вот всё. Изначально пусть я в войске нашу чрезвычную находку, в которой ты сотропишь какие-то лет. Ого! Это что за дверь? Неужто белый рот британский? Видели такие? А как же? А то и нет. А то я и ободнался. Надо даже на спице, что я твернусь куда-то, где-то должен украшать и глянуть на оружие. Странный, да? На двуцеперный носок похож. Ой! Там ты! Ну и где ты был? Вашли в первый рисунок. Знаете, стар возьмите себе мистер. Может быть. Да знаете, огромный уже. Ничего не спутят. Там еще много всякого такого, если интересно. Да ясно. Георгий в группу минутку к того и принес, что складывают на кипу произбранных бумаг в подозрительную и скижительную коробку. Обождите минутку. Сейчас шаёмничать будем. Бестеремонно обойдя издать автвага, я избоира с вами глазами. Пока хоть это была такая, та самая наша вчерашняя шкатулка с письмами. Мы приглянулись в самат, и она тоже, конечно, признала наши находки. Но она не подавала виду, оживлядаемая реакция. Слушай, я лео вмешал опуститься в расспросы, да я сам в детстве его два лет жилу объясняться при парусторонних. Это все в мойкоматном головой, но сама-то меня поняла. Письма старые уберу. Ты тут, Стас, чайник, Семён. Пока я возился с центр плитой, георгия у него шкатулка в дальнюю комнату, а обвернулся с лукошком, в котором хранилась разная полезная мелочь. Достав эту жду лупу, и он принялся обследовать пистолет. Это ж только с той войны еще. Бортанский пистолет, говорите? Ленд-лист? Никак, это оружие десанта, разведчиков, почти бесшумное. Никак, это оружие десанта, разведчиков, почти бесшумное. Откуда же он тут взялся? Хм, как бы мы не уведали, оружие было по разведчикам. Но множество, скорее всего, так и было. Мы думали, что мы музей сдать. А чего бы их сдать, только прямо почистим. А какой мы музей? Помашу победить, но любому небольшой. Забыл? Парстенарки слабые. Хе-хе. Парстенарки слабые. Хе-хе-хе. Ах-хе-хе. Ах-хе-хе. Никто не разбираться с теорией, а совсем не интересуешься. Почему? Мне нравятся кое-какие моменты. Я тоже с моим участием. Самое ответное мне же удкость. А я вот подобное все такое. В штатах несколько раз стал рост всей семьей. Что за фото рост? Это древняя русская крепость в Калифорнии. Раз в том, что ты что-то выращивать пытались. А теперь в штатах русской культуры у нас, можно сказать. Все это год тысячи, за столицы приезжаются. Эмигранты и их потомки. Знаете, чем все это они-то там? Эм... Георгий заметно развелся. Представляется, что курки были отложены в сторону. Что-то главное. Да лучше что делать. Я не знаю, в каком смысле. Да и в каком. Эх... Разочаровываем. Но в руководят вернулся в чистки орудия. Эй! Ах... Хорошо. Вот только мы не на машине, а бензин в обрез. Даже меньше. Может мы только одолжить канистрал другую где-нибудь? Говоря одолжить, я подразумеваю... Умакнуть... Оставить пить. А вряд ли. А умакнуть... Ростепанцев везде должен быть. Он затратил. У него это самое, ну вот... Прожигалка? Верно. Он так свою моторку продвал. Эээ... Только он сегодня рыбачит как раз. До утра теперь. Хм... Семен говорил... Хм... Семен говорил... Вот это только один из деревней. А если... А если мы всё же затянем туда? Дадут нам бензина там? Эти-то? Рыскни. Не варианты. Понятно. Остаемся, значит. Ну, тогда будем... Ну, тогда музей у вас. Вот сейчас. Этот человек всё равно не начистится. Маскот прозволило. Выйдите тогда. А я саман... Эээ... Свою голову покажу. Или тебя оружие интересует. Вместе с ответствами в зону я подал. Вы пойдёте с нами? Похоже, подтянется если кто. Верите с вашими иммигрантами сквятайными. Видим мы, у кого у вас тут... Тут тайны. Но... Увидимся. Гуляйте. Но мы всем может быть... Мы всем быть на месте к оберу. Мы вместе вышли домой. А я снаружи наше пути разрослись. Спустя четыре года я снова чувствовал себя гидом. Всего жизненно звёл саман тоже на чудомито Масараев. Ну и вот. Оказывается, ты особо нечего, как видишь. Но мы наши друзья верно поняли. Всё поняли. Тут не будет ей, конечно. Но мне вполне нравится. Мне тоже. Да. Ты даже не оглядывалась толком. Но... Не на меня смотри, а вокруг. Мой призыв не возьмёт... Не возьмёт эффекты. Мы в таком... Мы в твоём бежище. Это всё, что нам нужно. Ты меня немного пугаешь. Но страшно мне получилось меня спутить. Семь метров ног к окошку. Я тебя разочаровал... Я тебя разочаровал? Что ты? Никогда. Я не глупости взял её за плечи. Думаю, что я сказал. Я не такая, как некоторые. Я не как с вами. Я могу хорошо прятать чувства. Не выходит простые приличия соблюдать. Чего-то мне не хватает. Выпросил триц... Выпросил по порядочности. Но меня-то пожалей. Как? Хотя бы тебя не провоцируй. Завнимать меня, достансь. А ты уже пробуешь. Не провоцировать. У тебя плохо получается. Мото вторжет на меня в упор. Затем за жители рассмеиваются прихнут на серо, увлекая вниз у меня. Плохо получается, пятата какая. Пожалуй, не смогут этим жить. Мы лежали в сиденье, просто возявшись за рукой, она и на нам было хорошо. Но все же имело слишком много темы для обсуждения, чтобы просто молчать. А что же с коробки и сам? То мусова бы, то мусова я принесла? Она даже не представляет. Нет, давай я и близко к деревне. Ээээ... К деревне не подходите. Верно начал, я бы уже знал. Так, а если Аропорт просил коробку в лесу, а он нашёл? Чем-то им более не верится. Даже вот одно из двух. Да как ещё спросить Иван прямую? Можем, думаю. Дед уже понял, что эту коробку мы... Что это мы коробку нашли. Но расскажете ли Иван? Это вопрос. Да ведь о нём много знаешь. Ну надо же подумать хорошенько, и ответ найдётся. А надо ли в это вмешиваться? Ммм... Ну а знаешь, это просто забава. Может, я стоит отдать его поклаиваться его секретами. Ох, ну ты прав, конечно, конечно, извини. Ну что же, я люблю быть любознательным. Смотрите, я всё же в дела не лезу. Где лезут плохо? Ты вот всегда о других забудешь. Нет. Но сейчас нам, ну правда, больше о себе думать надо. А другие без нас разберутся. Это я всегда рада. Что ты о нас думаешь? Оставьте им отдыхать так. Беззаботны мы. И мне это даже не нравится, но я беспокоюсь немного. Пора подумать о будущем, значит. Да. Надо бы это иметь какой-то план. Какие у нас вообще варианты? А ты поедешь со мной в Штаты? На жильё мы тебе найдём. Будешь встречать чаще каждый день. Звучит неплохо, но у меня еще нет документов, даже паспорта. Почему не делать тебе новый? Могу. Но когда я до него пойду, давайте возьмем их посылать. Других идей. Куда им меня посылать? Я могу по югу пригодиться в Сибири или на Дальнем Востоке. Ты имеешь в виду тюрьму? Не совсем. Хотя может выйти и так. Я не могу допустить такого. Тогда мы останемся тут. Тут? Это в стране? Или в лагере? Тут, на чердаке. Где захочешься? Давай, я оба знаю, как нужно приступить. Это правильно. Это единственный путь. Я не знаю. Что за путь такой? Ты должен остановиться к родителям. Я закончил там школу. Я буду ждать тебя. А если смогу справить вам бумаги, то и навешу тебя как-нибудь. Ты хочешь меня отпустить? Я готов это сделать? Нет. Даже не поднимай эту тему больше. Без тебя я никуда не поеду. Но придумал что-то еще. Должен быть другой вариант. Кто-то сказал? Кто-то сказал? Это не вариант вовсе. Не рассчитывай на него. Не буду. Обещай, что ты больше у меня одной не оставишь. Дай-ка я тебе справа почисти немного. Я потянулся снять парцемами на Ксоманты, а так, где он фрукнул и отопнул мою руку. Ээээээм. Это будет средное обещание. Вот и обещай. Но зачем ты такая взверошенная? Не делаю. Понял, будет моя должничь или тут. На второй заход она позволила, если хоть все соломики и травинки. Вот и все. Возьмите все мне там прокатиться. И... Обещание, да. Куда ты и туда и я. Рождественно клянусь. Сэм, я правда это слышу. На радостьах сами повезло у меня на шее. Снова пачкать и собирать на себе всевозможную траву. А я чмокну ее в лоб и запечатать скреплю. Ну и куда ты хотел на меня отправиться? Вдруг я отсчету твои пожелания. На обед? Радость уже пора нам. На обед? Это не очень романтично. Собой для меня все романтично. Ну пошли раз так. А вот и мои. Я поздравляю дали на обед. Как же, разве ты не... Разве мне и ты спрепить будешь? А разве я? Ладно, что-нибудь со станообразимчиком скажешь. Да я смеюсь, ведь не суетись. На обед я и правда не подгляжу. Ну что, как там музей? Так себе. Опять же, кажется, у меня аллергия на пыль. Ой, надеюсь, это не очень серьезно. Я надеюсь. Но надо будет бегать в пыльных мест теперь. Тогда тебе лучше держать подальше от нашего сарая. Это само собой. Не хотел бы помешать с чего-нибудь чему-нибудь. Это само собой вырыгавший по себе. Худшее в этой деятельности было то, что он даже не шутит. Слушай, Степка. У меня же весточка для себя. Старик протянул мне в созданную бумажку. Пришел в ремонте. Передо мной заказала специальная телеграмма. Георгий. Передайте Семену, что в лагере и салатах, есть. Зачете, до понедельника у вас до чека. А то, что Дмитриевна, знаешь дела, останавливаться до понедельника. Наверное, до понедельника. До понедельника. Да, да, я вспомнил, что я не до... Да, я вспомнил, что я не до психоневра здесь панцера. Но как это дуо понимать? Заявится до понедельника? Станция до понедельника. Какая разница? Сказано в лагере и сути. Меречки каждый день важны. Какой сегодня день, кстати? Пятница. Ага, до свободы мы тут, мы тут, правильно понимаю. А как выберешь, хочу сразу обратно ехать. Это нам теперь не вылезать отсюда? А что тебе здесь будет? Так, а откуда телеграмма сделать? Почтем я принёс? Ну а кто ж. Просто я вообще всегда слушаю на всей деревне, когда она просила на мотоцикле ездить. Кстати, вы не попросили бензина? Тот? Тот? Вообще страшно, что я не хочу телеграмма, забыл принять. Я тут занават. Нормальные дела, и сколько вы даже хотели предыдущу сообщить? Значит, не сцапали ли за вас? Никого не сцапали, а тебя бы сцапали. Великая птица. Везли я замахал на меня рукой и удалился на кухню. Похоже на крушен наш лагерь сам. И в самое неподходящее время. Да, обидно, но мы можем остаться тут. Это не так уж плохо. В деревне это тоже по-своему интересно. Кстати, мы хотим выходить в лес после обеда. Георгий меня позвал. И что там делать в лесу? Хмельницы наши разведывать. Может, прихватим то, что вы не внесли? А то их как получено не найдётся. Хмельницы далеко. Вы правда тогда туда соберлись? Конечно. Паны вроде толковые. Зачапаем. А то уж без меня. Да я и не под себя. Я понял. Мне было нужно прояснять. Осторожен, барыша. А у нас экспедиция серьёзная. Не до хрупиков. Хмельницы. Ага, валяйте. Поступаем великий приоскрывать первооткрыватели. Прибирайте там всяких лам, которые нам не пригнулись. Гречка подпела, молодёжь. Затем распрощавшись с нашей экспедиции, мы с Амантой погуляли немного, да и вернулись на уютный чердак. Интересно. Зачем ли он вырвался с нами с ним в лес? Странно это. Мы же вчера ходили. Мы вот и ему же хотели. Почему нет? Мы же вчера ходили. Вот и ему же хотели. Почему нет? Если я туда ни разу пришёл, то полез. А в его случае это какое-то странное свидание. Ну и сегодня он пошёл по-твоему. Интересно в доверии. Разню хоть про меня и что-нибудь важное. Сам горчон покачал головой. Никак в толк не возьму. За счёт привела этого парня. Говорят, что особо не было. А что с ним не так? Я знаю, что не так. Какой-то он плут. Видно же. Ну он по-моему порядок порядочен. Чему он тебе навредил? Какой-нибудь навредил, допустим. Но мне он не нравится, что он так там себе думает. Его циничный подход не должен на тебя влиять. Секунду. Ты прав. У нас с ним не так много общего. А всё ничего. Так что он такой тебе понадобит, пожалуйста. Не ревнуй, пожалуйста. Я же говорю, да. Он ревнуй к этому парню. Ревнивый наш Семён. Не ревнуй, пожалуйста. Ты же знаешь, как это глупо. А он не такой уж и плохой. Может быть плохой. Если так-то мне нужен был как раз плохой. Разве не понимаешь? Хороший человек не полез бы мне к тебе. Хороший человек не полез бы мне к тебе. Хороший человек дал бы с этим вопросом, на которые я не смогла бы ответить. Хм. Если только в какой-то страны смотреть? Да. Он не задаёт вопрос. Никогда не спорит. Не мешает нам. Нашему счастью. Для нас она находка. Это здраво, но всё же. Я не могу любить его до этого. Мне не нужно. Просто потерпи немного. Хорошо? За этим я и занимаюсь. Как вы встретились, кстати. Как было, как он рассказал? Да, всё правда. Уроки знаешь. Ээээ... Ты уже тогда всегда себе плохого искал? Я искал уроки. Мне было это нужно. Ну да, полезный дипломатический навык. Нет, не в этом было дело. Когда ты разбил мне сердце? Ох, можно это как-то по-другому назвать? Когда-то пришла мне бедра лука? Да, так лучше. Было тяжело, но я решил не сдаваться. Я пыталась обещали выучить язык. Это было всё реально делом. Таким, который что-то тебе докажет. Ну или мне самой. Я никогда не встанивался в тебе и в твоей преданности, в нашей дружбе. Всё равно у меня не вышло. Я так и не знаю. Да всё ты знаешь, евреи. Давай говорим по-русски тебе, не стесняйся. Хорошо. Эм... Окравился на родном языке, мне кажется, я осуществительный вид. Что, забыл свой русский? Забыл. Или стал чесняюсь. Почему? Всё странно говорить с тобой, как с другими. Я привык, что у нас с тобой язык, и всё особое. Ты мне растерянно показал головы. Запутал? Я о чём? Иногда французский языком любви называют. Да, ты верно понимаю. Но мы французскими не знаем, но свой язык у нас имеется. Но английский для меня не особый. А кто скажет, что я про английский сейчас? Не угадала. Тогда русский? Не понимаю. Не, и не русский тоже. На примете у меня в волосах спе, так что помню в домашнего взяла божью игровку. Презентрировал на фуронь, а дядя ловко прихватил бигундию. Самисть дрогнула от мурятного прикосновения, и на секунду блаженно зазмурилась. Ну вот же наш язык. Теперь видишь? Сейчас. Я вижу гадкая мелкая насекомая. Надеюсь, ты это не про меня. Ха-ха! Нет, я про насекомая. А ты про что? Да глупость забудь. Ну нет. Думаю, ты хотел сказать, что любовь сама по себе язык. Эээ, как это претензионно звучит. Поэтому я ей не сказал вслух. Прошло не только часов часов, мы болтали, слышали мудоку. Да и просто не жили в сухине. Надеюсь, я не всегда мечтаю хорошо мечтать. Но сейчас мечтать я думал только о том, чтобы происходящее не окончалось. Это как какие-то старые старые письма, и читала саммати, опуская разное комиссио, и не действия всяких сентиментационных глупостей. Эээ, я нравилась каждой из них. Я показывал разные вещи, которые твои присланы, а она сразу узнала их и удивляла, что я помню их и не указывал посылку. На пути ей добывалось в виде у нас посылок писем. Все за всеми указывало, даже подписка она тоже помнила отлично. И свою смену в лагере тоже. Что случилось в лагере всем? Ты же его закрыл? Почему? Больше хорреков у меня нет. Но что-то ты знаешь, я вижу. На этот раз собраться с мыслями. Пожалуй, что да, и многое. Я скажу, что происходит, попробую. Это глобальная вещь. Они что, закрывают все лагеря? Не только их. Если вся система закрывается, я бы сказал. И накрывается. Не понимаю. Расскажите, что это долгое время протеет. Скоро он раздается на многие страны. Почему ты так решил? Потому что знаю. Даже Лео знает. А то вот саймон моего университета новостей. А я тоже могла заметить что-то. Кто, например? Ну как? Ну папа, будильская стена. А она, папа. Прости, я не слышу вас. Да как же. Сучишь, что ли? Кое-то мне приоцениваешь. Я не очень любит слезу за новостями. Сука. Мне нужно за чем-то специально следить, чтобы узнать о таком событии в мире. Ура. Ой-ой-ой. Ах! Сама только с ее руками прополаду улыбает. Значит в старых пекель какая-то прошло на меня. Тогреть это было. По горе. Я понял. Кажется она просто еще не упала. Еще не упала? Не надеваешься? Что скоро упадет? Ага. Сразу после луны? Да и все как упадет? Все упадет. Сама увидишь. Сам распенялось. Неизменно заражает меня своим смехом. Но скоро стала вновь серьезной. Я всё равно не понимаю, что если есть лагерь, хороший лагерь, значит, это место для работы, где надо сыграть. Разрешем же его закрывать? Склоновая эпоха. Государство больше не сможет создавать такие лагеря. Не вы все их, по крайней мере, во всяком случае. Но всё равно, если просто закроется и исчезнет, ну, нет, не обязательно, будет приватизация. Что это значит? Что любой при деньгах может прикупить себе лагерь, спасти его, если хочешь. Просто так, что я знаю, не поверишь его спасения. Только где такую кучу денег взять? Врать ли такая куча понадобится? Лагеря теперь так себе положение для всех у немногих, у кого есть и деньги. Но драки за него не будет. Здесь лагеря, записанок говоришь. Беру, где подписать? Беру, где подписать? Напиши, мало лагеря только купить, надо его ещё и задержать. А это в ступеечку выйдет. А это правда хотел бы купить слоёнок. Предупреждает, что деньги есть. Не знаю, что бы мы с ним делали. Как что, отбежали бы снова, проработать будут нестремлены с вами, других ребят, предупреждали бы с пионерами. Мога Соманта Смит, тогда был бы неплохой рекламой. А мог бы быть, может быть, припоследовать в Америке, да откуда угодно. Все бы предупреждали жили, просто бы это было здорово. Как маленький артек? Именно. У меня когда-то была идея уговорить семьи мировых лидеров поучаствовать в программе обмена. И сладко своих ног садрубил друг другу в гости. Представь, как от друга все еще не было, что было отношение в мире. Так. Наверняка было бы лучше. Конечно, разве кто-то начал войну против своих мужики, которые жили у него дома. Но у королей не смешало воевать даже против своих родней. Вот и не мог сказать, когда началось в своей беспокойной духе. А я сказал, что ничего этого лучше друг в другом контроль боя быть не может. Интернациональный? Это верно, но вот я смогу. Ах ты! Тебя-то один какерсный случай волнует. Так и есть. Это плохо? Вовсе нет. Этому случаю всегда место найдется. Возвращая полоса, больше все доверяя идею, а больше ничего и не нужно. Вечерский, приятное и спокойное. Масиматы подумали про всех, а все подумали про нас. Такое раскладство было совсем неплохо, но это окно уже темнее, и мы решили все, что пора наведаться в дом. Что-то казалось всецело в нашем упражнении, а охотики и раздревлецами до сих пор не вернулись. В надпихах сверганив, сварганив себе подобие от плова, масиматы хорошенько поужинали. Расследователь, позже принялись устроить догадки, куда мы где-то попасть. Надо пропасть все двое. Сами было настроено оптимистично. Мое же обоображение по числам более мрачные картины. Но эти мысли я держал по себе, не испытывая большого желания опускаться на поиски. Кажется, окном было уже не видно, нигде не сгид. Греется в темноте все-таки скриптного калитка и вышло обрешение встретили от мученных спутников. Впрочем, я держался по обыкновению бодростью. Завекова тайна вчера. Домник этого не было, я подрасчитал. Но вы были так правы, оставшись тут. Хотя через все вещества это стащит, но немного запутали на обратном. Так, правы. Покамец... отправились... Покамец оставили прямо в лесу под елкой, но кое-что прихватил. Покамец оставили прямо в лесу под елкой, но кое-что прихватил. Отстелив настреляю газетный лист. Старик там у нас скваживает на его строили на порте. Но из-за швяка из незаварки появлялись с кемпорти и сплошные ржавчины. Надежда попрощалась с ними так бережно, как будто в каждом из них взял электронный питомец. Классная, я под игре вам ужин. Блин, я все еще и буду спрятывать спрайтов Саманты и... Блин, какая же она в этой серке классная. Классная, я под игре вам ужин. Вот так, кстати. Ну а какой теперь ужин? Теперь все уж. Очень интересно. А это вот тоже тележка такая. Чего? Ах да, добрый вечер тебе. Если пара с вами выдаст биржину, на опуске этого дура аллея откроется. Ну хорошо. А когда выдаст завтра? Ну смотри, смотри, как будет, ежели так надоело у нас. Никого не надоело. Ну как-то странно на меня покосился. И потом. Ну что ж, все равно я на дом в лагерь. Мы крышем здесь. Ну прибираться еще может быть. И вытрашать там, когда мы могут играть в любую минуту. Ага. Ну на счастье. Ну так. А что-то. Ну что я за безрубная кукла. Ну вот и тарелка там. Ну он так расстроился. А я и так и стоял, что я и так и стоял. А я и так и стоял, что я и так и стоял. Ну а и стуканом. Позабудь. Присядь пока я уберу тут. Пойду я и стою. Пойду я и стою. Ладно, вышло след за ледом. Оставить надо было вдвоем. Тот. Закинул шляпу на двенок коричок. Коричок. И теперь в моих видео вполне довольны. Полезло, что пустая была. А то я так голоден был, что из пола съела бы. Что из пола съел бы. Как будто это была какая-то важная тарелка. Важная. Ну для тарелки. Важная. Ну для тарелки. Но не какая-нибудь реликвия. А наград бывает не украшенными временами. Никто не идеально. Мороженое как-нибудь откроется. Я только скрежу уголок рта. Какие у нас теперь планы босс? А какой я тебе? Ну а все же. Только в деревне переезжаю. Ничего не остается. А тебе разознравилось уже? И снова ты тут для всех нас всех. И я скорее всего... Да я скорее мешаю, чем помогаю. И он такой в мыслях. Да. Ты мешаешь. Лучше уйди. Потому что нет смысла у тебя нет. Мой мучитель. Да ничего такого же. Может сама допустить тебя домой? Хм. Хм. Может сказать ей? Я ей больше не нужен? А пацана решает. Ну а не знаю. Лучше у тебя быть морально готовым. Ну. Самые услуги больше не понадобятся. Как-то так. Я внимательно... Потреблю за хачков. Ну постой. А как она выглядит мне это для нас? Захочет ли я ему привык бы придумывать? И на марте уже застряли. Захочет? Значит может и не захотеть? А все на социальном посещении и дело нового университета. С ней опасновато. Я этого не говорил. Я ничего не решал такого. А с нами ты вернулся и не хочешь? Как и хотел бы. Но проблема просто вы не были за границ. Ах да. Но если ты не туда голову по этому поводу. Не надо идти туда. Почему? А тебе чё-то скажу. Штаты параллельно параллельно сейчас страна. Квартирные гряды. Понимаешь? Ты можешь думать, что там в кругом субботы всякие. Ты будешь где-то где-то прав. Но если хотите жить вместе, там может быть даже больше проблем. В ваших городах. Нет. Там много членов для природы. Ведь мы не живем. Мы идти даже тут. Но нужно это. Спасибо. Нет. Я бы этого не связывал как раз. Особенно. Мне нужно добиться домой. и провели предоставленную карьеру. А тебе? Дайте я соверну. Чтобы меня неожиданно. Руку предостерегая сюжете. Вы выдавались в личном руке. Непрошенные информации. Понял. Потом вернулись Саманта с Георгием. Последний смотрелся уже бодрее. И даже согласился освободить стол на время. Чтобы было куда поставить тарелки. После возданного на передней измене. Часть в арене. Дядя самодвенно рассказывал о мельнице. И при этом все на свете. Тут до революции. Такое муку мололи. Чтобы вы знали. Что вкусная. Сладкая. А полезная. Это как зараза. Старики ее к болячкам прикладывали. А малышня сырое елы. Так. Продолжаем. У меня тут на фоне. Если что. Вы только слышите музыка. Играй. Поэтому. Не обращайте внимание. Сейчас. Секунду. Так. Продолжим. Скоро. Все. Продолжаем. Тут до революции такой муку мололи. Что муку мололи. Чтобы вы знали. Что вкусная. Сладкая. А полезная это какая зараза. Старики ее к болячкам прикладывали. А малышня сырое ела. После стариков. Георгий предъявительно смыкнул мой адрес. И повернулся к более благодарным. По его мнению слушателям. И что тут мука. Чху. Дрянь. Нарушительно надо дыну варежку по чубочкой. А то мука на весь мир гремела. Вон до выходила шамонами. А на выставке в Париже. Новый Париж взяла. Сибирским чудом прозвали. Странное название. Что она. Потолчула. Да верно. Сибирский снег называлась. А я как сказал. Колумбийский. Колумбийский. А куда идите. Типа. Что это теперь-то вообще? При том, чтобы они не все исплавляли. А дальше. Через Северное море. Нашу муку. Вот это. Вот это самое. Продлинув варежку обратно. Стариков оказались на крупном подсоксе задней вспышкой. Может они все пили сейчас? Нет. Не там, кажется. Почему снег сибирский-то? А что? Мало в Сибири снега? Не заморачивайся ты так. Не заморачивайся ты так. Просто это все давно было. Это верно. Давно. Георгий отоплительно кивнул мне. Но в самом деле я уже пожалел. Так рано взяли. Надо не умываясь. Что такого в этой муке, кстати? Разве одного сорта. Она не вся одинаковая. Теперь да. На моем-то детстве. А-а-а-ой. А-а-а-ой. А-а-а-а-а-а-ой. У меня столько кондитического кавриги на 50 сортов было. А через дорогу, по карни, замесло по 100. Восчищает. Чего кривишься? Думаю, что около больше всех сортов было? Без понятия. Много сортова. Брешь. Будовый кулак под деда припечатал. Много сортована. С-э-э-э. 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 С-э-э. Они брали из кавриги на муку. Замесовку. Замесовку. И перемешивали. По множеству на 20. По множеству 20 на 40. Э-э-э-э-эх. Дорогий Меча-цвети найдился на стеку стула. А Лео задумчиво размесывавший свой чай. Да вдруг у него ложку из-клепинул. Он в Ли... Он в Ли... Он в Ли... Он в Ли... Я толку не рассмотрел. Тебе почитываешься. Нас не водится. Я проверял. Нет, он был там. Я уверен. Большой бурый медведь. А то тебя не рысь к столяр. Вы не водятся. Это факт. Верно ведь Георги... Верно ведь Георгий Ермалаич? Верно-верно. Как так? Вы его тоже видели? Кого? Медведь здоровенно. Вы бы тоже сказали не бойся Бориса. Даааа. Ааа. Ну так и Бориса он у нас... Не всегда водится. Борис не в черт, конечно. Ну да, ну да. Смейте надо мной. Вместо тем, время было не детское. Эээ... Старик начинал клейпомивать носом. Да и нам внутренне пора было располагаться ко снову. Тем более, а раз мы раз мы хотели уезжать завтра пораньше. На самом деле выстелили и выглядели во второй комнате. Дело, а на лавке. Но у нас... Но у нас... Но у нас с дедом как раз всегда ждали пол песеная. Пел палкой и свиновал. Пожелав всем пока на ночь, я зацеплялся ровно полному печенюшек из варочки и вышел на улицу. В этом на дверь захопнул его ещё раз. Я обернулся и выглядел Сэмми. В решении на ночь... Эээ... Почти их её не устрелило. Она сбежала со ступенькой зацепрами ко мне в руки. Эээ... Холодая прессия и шея обжег мои пальцы. Просто хотел... Захотел согреть её. А мне покрепче... Покрепче и поделиться всем своим теплом, какой я есть. Но я терпел. Я знал, что это просто холодный вечер. Но сейчас она вернётся в домашний уют и будет в полной храчности. Всё будет хорошо. Везде единого слова мы представились в минуту. Короткий поцелуй. И я даже безвучно отправил её обратно в дом. Потом дальше на мате я вспомнил, что так я не умелся на ночь. Интересно, что это пришло все чаще всего поблизости у руководника. Хочу в пустой темноте. А зато вода в нём пригрыла зданий и ещё не успела остыть. Отсвежившись, я уже вернулся к этой сарае, в которой тоже не получало бы наружное освещение. Сюда не расцепив кровью мину, я влеснул наверх и занял своё прибыточное ложе. Мы приснились, будто я снова лежу на мельнице, а за мной живётся громадное лево вверху, но разрешил медведи Борисе. Чё? Майор Лёк сел в рога за налеговиной смеси всех языков, ствердил, что мы не отчиняем его услуги, что я собираю ему выбора. Мастерики должны в него щебнем играть опилки. Крыло, оказалось, что сама-то уже наверху, где-то наверно крыса, но забыла меня туда, и основными силами стремился вверх. Учеб был близок, но в предыдущий момент меня дергнулся вниз, не держав, сидя там парой назад и всё дальше, и дальше. Я не стал просыпаться. Того претли глаза, как мне стало не по тебе, казалось, что он просто сидит здесь со мной. Всем ряду, я всё-то уверяю, что делать не кило этого человека. Долго ломать голову не пришёл, в окошко признал волнусь вверх, и мы разглядели за друга. Так и думал. Блин, какой же у неё прекрасный, ну, прекрасная одежда, ну просто я не могу. Сэмми? Проснулся я, я не хотел спасти. Простучилось? Ничего. Просто ко мне пришла? Она седлело кивнула. Я тоже молчал. С минуты мы оба молчали, смотрели на большой, скрепили безбележью, все в пятна в темноте, и я дымил рубашку. Он тебе на нос крысо-то самородку дал? Неплохо, смотрите. Мы ничего себе не перевезли. Оказалось, что Сэмми слегка поёжилась. Я давно тут? Сегодня холодно. Я постянул руку к её ладони. Я замёрзну. Не выйти? Я кивнул, а цельно не желая сказать эту штуку. Погоди. Я прибавил... Уголок одеяла. Зарезай, мужик. Уголок одеяла нам хватит. Я она послушала, глупышка. А я вот-вот собираюсь привлечь о своей несуществительной наглости, но никак не получалось. Ооо! Хе-хе-хе. Мивота просто. Команда была слишком близко, я и не могу иметь у кого-то хотя бы её ладони. Моя девочка. Все ещё не верят, что ты здесь со мной. Я не про чердак, конечно, вообще. Ну и про чердак тоже. Нужно верить в хорошее, чтобы не дать этому... чтобы дать этому случиться. Я верил? Я верила? Я просто верила. Ты делала вот сама. Приехала ко мне, страннее на что. Ты заставляешь хорошие вещи случаться, какая ты есть. Не хвари меня уже так уж. Я обижала, и нет в этом ничего хорошего. Да ты и сам знаешь. Эй, ну и плохого у них тоже не случалось. Ты ещё и не совсем взрослая, но имеешь право на свой уголок через них. Но не такой уголок, как нам хочет. Решай сама. Решай сама на какой. Соответственно, что многие страны ради других. Своих родителей, общества. Ну и обязаны делать это всё всю жизнь. Родители? Да что такого ты не делаешь? Ты уже за тобой гордиться. И это только начало. Уверен. Не потому что ты должна и обязана, а потому что это ты. Ты хорошая. Но я уже совсем не такая. Не называй меня хорошей, пожалуйста. А тут у нас скорее мысли о плохом. Что за глупость? Я же тебе знаю. Зачем так говорить? Так ты погляди, я в твоей постели. Но ведь я не делал в плоти, я даже не трогаю тебя. Блин, почти что. Ты идеален. Но разве... Не каждая девушка думает так же о любимом, когда совершает поступки, ошибки. Мы просто побудем вместе ещё немного, в этом ошибки нет. Некоторых... Некоторые это по... Некоторые... Некоторые на это по-другому не посмотрят. Мы не некоторые. Любой правильный мир. Они всё равно не понимают. Вот именно, что я не понимаю. Для них это грех. Мне понравится, что мы вместе. Даже если мы читаем выглии про ночи напролёт. Нет. За такое нас не подненавидели где-либо ездить ещё больше. Но ведь ненависть берётся откуда-то. Их суждения основаны на каком-то опыте. На опыте зависит элицемерие. Элицемерие. Их суждения не должны были влиять на тебя, на твою самооценку. Да что они ему готовы знать? А мы не находим... А мы не можем их игнорировать. Даже если они ошибаются, что плохо для них, что плохо... Вообще. Они игнорируют или нет, но они называются человеками плохой. Или я не знаю, где тоже... Где тогда брать хорошее. Значит мы правда и хороши. Пока мы просто говорим и ничего кроме. Вот и вот это интересный момент. Ха-ха-ха-ха. Интересный момент ребята. Сколько у нас там в серии уже идет? Середина уже уже идет. В серии сейчас у нас уже 47 минут. И давайте на этом самом интересном макинье мы посмотрим и arrives OG потому что серьезно! Вот это, конечно, неждан, 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 неждан. Вот такого вот поворота. И, конечно же, посмотрим, какой вариант выберу уже в следующей серии. А на этом у нас всё. С вами был Крилл, всем удачи и пока. Какой же Аковазо, си-си-си-си, заканчиваю на интересном моменте.